В этом видео я покажу все плюсы и минусы электровелосипеда зимой. Посмотрим, как поведет себя аккумулятор в лютый мороз. И не замкнет чего-нибудь там в влажную и слякотную оттепель. Как только у нас выпал первый снег, я тут же отправился тестировать свой электровелосипед за город. Хотя снег был достаточно глубокий, за счет мотора велосипед не буксовал и легко разгонялся. Первые ощущения просто бомба. Сравним проходимость с обычным велосипедом. Ехать очень тяжело и колесо зарывается. Из-за того, что крутящий момент от ног передается рывками. На моторе же крутящий момент передается плавно, без рывков. Да ты что, небо и земля. Велосипед уверенно режет снег и едет без заносов. Ну идет вообще классно. Ходро пошел, бодро. На электро включаешь мотор и чуть-чуть педалями помогаешь. Только при старте, он идет гладенько, не буксует, ровненько, все как положено. Спустя полчаса катания у меня весь велосипед покрылся снегом. Ну ехал я все-таки быстро. Аккумулятор, как вы видите, немножко снегом присыпало. Даже попало на плату защиты. Но все работает. Снег тает, чуть-чуть намокает. Дистиллированная вода, которая получается при таянии снега, не вызывает серьезных замыканий. И окислений тоже. Но в этот раз вообще тонкий. Ты там поосторожнее, возле берега самый тонкий. Ну тут ходит еще, а дальше там нормально. Много слякоти. Ого. Даже на велосипеде на электро мы даем угла. Вот это круто. Ой, налет. Что это там тонкий? Ого. Да, кунь огонь. Но радовались мы недолго. Как раз когда отъехали где-то 15 километров от дома, обледенели звезды. Гляньте. Куда вот можно было сюда переключаться? Цепь проскакивает. Решается это путем переключения на другую скорость. Но иногда бывает так, что даже это не помогает. Но спустя 15 минут езды у меня обледенел и отказался работать переключатель скоростей. Но передние нормально переключаются практически все время. Все, у нас работает 3 передачи. Тросики замерзают и скорости не переключаются. Даже выскочил тросик. Специально оставлю на втором делении, чтобы когда оно размерзло, я понял, что скорость переключилась. Электрокомплект при этом работал нормально. И я продолжил движение только на моторе. После того, как я выехал на трассу, обильно посыпанную песком и солью, у меня оттаяли переключатели скоростей звезды. И заработали с характерным скрипом от песка. Больше в эту поездку ничего не сломалось. А заряд аккумуляторы держали не хуже, чем летом. Мы уже рассказывали о российском стартапе мотор-колесе Даюнова. Это первое в мире асинхронное мотор-колесо. В отличие от китайского МК, в этом отсутствуют магниты. Преимущество асинхронника – отличный накат, большая мощность и меньший вес. Также в МК есть рекуперация, когда при торможении мотором часть энергии возвращается обратно в батарею. Разработкой асинхронных моторов занимается компания Сов Эл Маш. Сейчас можно купить акции этой компании по самому выгодному тарифу, тем самым помочь ей в развитии. Акции купили уже более 2000 человек. На эти деньги было закуплено большое количество высокоточного оборудования, арендованы новые помещения. В дальнейшем акции можно будет продать дороже и получать дивиденды. Ссылка на регистрацию в описании. Ну что ж, первый плюс электровелосипеда зимой – это легкость хода. Я думаю, многие велосипедисты знают, насколько много усилий требуется, чтобы проехать через глубокий снег. На электро же с легкостью проезжаешь даже по неутоптанному снегу. Там был твердый снег внизу. Второй же плюс – это проходимость. За счет равномерного крутящего момента мотора он не буксует. Но и выяснился первый минус. Ехать на электровелосипеде зимой холодно, так как скорость не маленькая. Но решается это просто. Если погода морозная, нужно просто скинуть мощность мотора и больше работать педалями. Соответственно, сразу же согреешься. Зимой дороги песком посыпают. А потом вот эта песка у нас ржавеет и клинит, потому что песок, по-видимому, солью. Тормозные диски, кстати, тоже немного поржавели. Я всю зиму, практически каждый день ездил на этом велосипеде. И скажу, если погода морозная, то песок солью не попадает на механизмы. И они чувствуют себя отлично. А вот если сырая, то брызги воды вместе с песком просто разрушают велосипед. Я проехал примерно две сотни километров и у меня полностью стерлись колодки. Прямо во время поездок приходилось постоянно подтягивать тормоза. Тормоза, короче, опять сдохли. Нажимаю на ручку тормозов, слышу какой-то скрежет. И, разумеется, никакого торможения. Еду только с передними. Также отказала у меня трещотка. Схватила? Все, опять отказали? Они, да, хватают, да? Ну и на бугор ехал, три раза только схватила. Это вперед педали вращаются. Это вперед, да. А смысл? То же самое, что и назад. А вот теперь я вам скажу, что я никогда в жизни не ездил на электромоторе. И вот как раз он мне сейчас пригодится. А вдруг бы цепь порвалась. И что, мне опять идти пешком? Кстати, в электрокомплекте тоже одна деталь не выдержала такого издевательства. Это датчик ассистирования педалей. Смотрите, на него прям с-под колеса попадает мощный напор брызг. Он буквально промывается песком и солью насквозь. Не знаю, что там в нем повредилось, но мотор стал ассистировать рывками. Выбила скорость. Многие меня спрашивают, как ты ездишь на нем зимой? Это же жутко скользко и опасно. Но я отвечу, да, действительно скользко. Но со временем привыкаешь и уже понимаешь, где можно разогнаться, а где лучше ехать осторожно. Кстати, падение зимой с велосипеда гораздо безопаснее, чем летом. Так как снег мягкий, то и одежда защищает. Да, я бы себе такой приобрел. По городу, на работу, где-то еще. Фух, фух. Он довольно-таки быстро окупится. Главный плюс этого велосипеда, он легкий. Да. Легко едет, даже если аккумулятор сядет. А для тех, кто хочет помощнее, в следующий раз мы его переделаем на 48 вольт. А если все равно будет мало, тогда уже закажем помощнее моторчик. Уже так на киловатт, наверное. Электрокомплект на велосипеде оказался действительно надежным. Что только на нем не ломалось. Но мотор целый, контроллер целый. Единственное, что чуть-чуть подвел ассистент педалей. Тут почти нечему ломаться. Даже в мокрой слякоти и в лютых морозах. Смотри в предыдущей серии, как я его собирал и где заказывал мотор и аккумуляторы. Но если для тебя это дорого, тогда смотри, как мы собрали электровел из обычной болгарки. Подписывайся на канал, делись этим видео с друзьями. Ведь ваше внимание это лучшая мотивация для нас снимать крутые видосы.